Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 22-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Есть ли предел у ненависти к армянству? Мученики Западной Армении Хосров Курчан. Высокопоставленные чиновники посетили посольство Ирана в Ереване, чтобы отдать дань памяти. Сохранившиеся крепости и замки Западной Армении. Крепость Артаган. Армяне и Армянская. Выставка «Цветущее гранатовое дерево. Земли Ноя» в китайском городе Сиань. 22 мая на онлайн-платформе Skype состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. С речью выступила председатель Национального собрания Республики Западная Армения Нелли Арутюнян, представив участие депутатов и подробности встречи ко дню 11-й годовщины Национального собрания Республики Западная Армения, которая состоится 24 мая на платформе Zoom. Также подробности предстоящего пленарного заседания третьего созыва. В завершение участники заседания обсудили вопросы повестки дня. Париж-Норхарач. Если есть область, которой азербайджанцы непобедимы, то это, несомненно, творчество в армянской ненависти. Известно, что на форуме азербайджанских солдат написано «Не убегай от армян. Если нет, ты умрешь замученным». Другими словами, когда армянин сталкивается с азербайджанцем, он должен немедленно вытянуть шею, если не хочет, чтобы его постигла та же участь, быть убитым после напрасного изнурения. В центре флага фотография Эндера Паши, одного из архитекторов геноцида в отношении армян. Очевидно, что в сознании азербайджанских лидеров существует серьезная историческая преемственность между геноцидом 1915 года и сегодняшним днем. Хосров Кюрчкян – сын известного в Харберте Григора Кюрчкяна, который занимался производством шелка. Первоначальное образование получил в Харберте. В 1883 году переехал в Лион и год обучался профессии. В 1884 году, купив необходимое оборудование, вернулся в Харберт. Переоборудовал завод отца и занялся управлением завода. В 1895 году завод был разрушен турецкими головорезами. Принял ислам, чтобы спасти семью от выдвигающейся опасности. Супругу и двух сыновей удалось отправить в Америку. Понимая, что он принял ислам с целью выиграть время, турки расправились с ним очень жестоко, зарубив его топором. Хосров Кюрчкян – жетва совершенного против армян геноцида. Восокопоставленные чиновники Восточной Армении посещают посольство Ирана в Ереване, чтобы отдать дам памяти в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахьяна и сопровождающих в вертолете чиновников. Накануне посольство Ирана распространило сообщение, где отмечается. До 2 и 23 мая в посольстве Исламской Республики Иран будет открыта книга соболезнований, где все желающие могут оставить запись. После трагического крушения вертолета Иран продолжает получать соболезнования от дружественных стран. Заместитель посла Ирана Баграм Тохери провел брифинг с журналистами в Ереване, отметив, После трагического крушения вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси и сопровождающих его лиц, Иран продолжает получать соболезнования от дружественных стран. Произошла очень болезненная и тяжелая трагедия для народа Ирана. Мы продолжаем получать послания соболезнований от наших дружественных стран. Мы также получаем послания соболезнованиями от народа и правительства нашего искреннего друга Армении. Выражаю благодарность народу и правительству Восточной Армении от имени посла и всего персонала посольства за эту поддержку. Желаю народу Армении мира и процветания. Крепость Ардаган также называли крепостью Каджат, расположенная на высоком и труднодоступном каменном холме, существуя с древних времен. В IX веке перешла в Багратуни. Последний преобразовал и укрепил крепость. В XI веке крепость Ардаган была захвачена грузинскими войсками. В 1236 году крепость была захвачена монголами. В 1266 году крепость Самсхе-Сатабаго перешла под власть грузин. В начале XV века крепость Ардаган была завоевана султаном Османской империи Сулейманом I. В 1555 году стала центром ардаганской провинции Ахалцхай-Паши. 22 августа 1828 года русские войска захватили крепость Ардаган и разрушили ее. 6 марта 1918 года турецкие войска, вторгшиеся в Закавказье, захватили Ардаган. По Андреанопольскому мирному договору, 2 сентября 1829 года крепость Ардаган вновь перешла Турции. 5 мая 1877 года русские войска снова захватили крепость Ардаган. В 1877-78 годах в результате русско-турецкой войны крепость Ардаган и весь Ардаганский район были присоединены к России, войдя в состав Карской области. Весной 1919 года Ардаган был освобожден армяно-английскими войсками и присоединен к республике Армения. В начале ноября 1920 года был захвачен турецкими войсками во главе с Киазимом Карабекир-Пашой. Армяне и армянская хариса. Культура питания, несомненно, играет важную роль в формировании национальной идентичности и общества. В Западной Армении многое связано с легендами и историями, дополняющими национальную кухню. Наши кухни придают важное значение горы, реки и озера, абрикосы, гранаты, виноград, пино, лаваш. Традиции определяют наше мировоззрение и то, что мы есть нация. Культура питания особенная и важная. Несмотря на то, что турки-оккупанты в 2011 году внесли харису в список национальных турецких глюк ЮНЕСКО, она, несомненно, армянская. Хариса считается новосарским блюдом. Харису варили всю ночь в один из дней месяца новосард 11 августа. В этот день армяне повсюду отмечали сельскохозяйственный праздник. Хариса – это ритуальное блюдо, относится к классу блюд зорац. Блюдо, похоже на кашу, было одно из основных блюд армянской армии, так как очень сытное и обладает полезными свойствами. Хариса как блюдо сыграла важную роль во время самобороны мусадага. У мусалерцев, обороняющихся на склоне горы, кроме пшеницы и баранины, других продуктов не имелось. С момента основания нынешней деревни Мусалер, каждое третье воскресенье сентября здесь готовят харису, праздную победоносную самоборону мусалера. Лишь 14 семей из мусалера имеют право готовить харису, которая передается по наследству от отца к сыну. Несмотря на то, что ЮНЕСКО признала харису национальным блюдом Турции, это считается неверным решением. Армяне готовили харису еще в те времена, когда турки не были сформированы как нация. Помимо этого, харисы у них быть не может, так как с зерном, в данном случае с крупом они знакомы не были. В Международный день музея в городе Сянь, провинции Шэньси, Китай, открылась выставка «Цветущее гранатовое дерево земляное». На выставке представлены 94 эксклюзивных экспоната из коллекции музея «История Еревана», традиционные армянский тарас, ковры, серебряные украшения, вышивка, посуда XVIII-XX века. Выставка организована Центром армяно-китайского партнерства, Историческим музеем Еревана и Музеем Китайской Народной Республики Сянь. На открытии присутствовали гости, художники, деятели культуры. Количество посетителей превысило 10 тысяч человек. Заместитель директора музея «История Еревана» представил историю и культуру Армении и Еревана. Выставки армянской культуры в Китае стартовали еще в январе в музее Нинбо. Выставка продлится до 18 августа, продолжая важные традиции армяно-китайского культурного сотрудничества. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok